Умеем ли мы жить по правилам? Хотим ли мы жить по правилам? Что мы знаем о безопасном движении? Вот об этом и поговорим в сегодняшнем выпуске программы. Здравствуйте, уважаемые зрители, зрители и гости студии. Сегодня мы вновь поговорим о самом актуальном, о поведении людей на дорогах, расскажем о причинах и последствиях ДТП. В нашем современном мире, где каждый передвигается на каком-либо транспортном средстве, казалось бы, невозможно не знать элементарных вещей. Увы, поведение некоторых участников дорожного движения говорит об отсутствии каких-либо знаний. Сегодня в нашей студии собрались эксперты, позже я вам всех представлю. Также у нас сегодня в гостях виновники дорожно-транспортных происшествий. Прежде чем предоставить слово нашим экспертам, хочу познакомить вас со следующим гостем. Встречаем. Давайте мы с вами познакомимся, расскажите, пожалуйста, нам, откуда вы и как вас зовут. Здравствуйте, меня зовут Али, я из города Кизляра. Скажите, пожалуйста, что с вами случилось? Попал в ДТП в 19-м году. Вот при каких обстоятельствах? Расскажи, пожалуйста, Али, как это было? Ехал по федеральной трассе, взорвалось колесо, выехал на встречную полосу и попал в ДТП. Что случилось? Кто пострадал? Пострадали ли вы? Как изменилась ваша жизнь после этого? Пострадал водитель и пассажир. И изменилось, да, конечно, я уже стал по-другому смотреть на дорогу. Дорога не прощает, конечно, ошибок. Али, насколько я знаю, вас осудили на два года. Условно, и два года вам запретили садиться за руль, да, лишили прав или как? Да, на два года осудили, лишили прав на два года. Вот было такое после того, как вы совершили дорожно-транспортное происшествие, а вот не надо было мне ехать туда, а вот надо было проверить еще раз колесо. Вот вы с внутренним своим голосом говорили? Да, где-то более полгода. Было всегда в душе какое-то сомнение, что ли, что-то такое. Думал, зачем выехал вообще, чтобы надо было более проверить, там, зачем я выехал вообще. Может, какой-то там, какой-то пять минут я постоял бы, там, на заправке больше, может быть, такое не случилось бы. Было такое, конечно. Вот, к сожалению, случилось такое, что пострадали люди. Одного человека даже не стало в этом ДТП. Вот как вы себя ощущаете? Бывает, что вы чувствуете себя виноватым именно в той ситуации, когда человека не стало? Да, конечно, чувствую себя виноватым каждый день. Думаю об этом, наверное. Ну, я же где-то более полгода вообще в мыслях засыпая, просыпаясь, об этом, конечно, было. Первый месяц отсыта, из головы не выходило. Конечно, это очень трудно осознать, там, что человек погиб из-за какой-то, из-за моей вины. И особо... Потерпевшая сторона всегда, конечно, бывает настроена агрессивно. Их можно понять. Они потеряли любимого и родного человека. Вот как они повели себя с вами? Люди попались, понимаешь, они поняли всю ситуацию, что... Вы не специально это сделали? Да, что это не специально было, что... Да, есть какая-то моя вина, что не посмотрел транспортное средство, выехал на дорогу, конечно, была ошибка. Не проверили техническое состояние своего автотранспорта, да? Да, можно так сказать, что технический состояние не проверил, выехал. Ну, они тоже как бы поняли меня и... Простили. Да, простили. И особо ничего больше. Что бы вы пожелали тем, кто тоже может оказаться в такой же ситуации? Ведь не каждый же, выезжая из дома, проверяет свой автотранспорт на техническое состояние. Не каждый человек даже измеряет свое давление, садясь за руль, хотя тоже может повлечь последствия. Да, конечно, почти, можно сказать, более 60% не проверяют свое транспортное средство, выезжая. Никто даже знает, что там с какой-то технической неполадки все равно выезжает и разгоняется более 70-80 км в час и идут мчаться, можно сказать, по городу. Хочется сказать, я успокоюсь, я знаю, что происходит. Конечно, пока не случилась вся эта беда, никто даже не понимает, только получив права, садятся и давай мчаться по городу. Какие вы для себя сделали выводы, какие у вас планы на будущее? Да, как бы быть внимательным, конечно, без транспортных средств как бы тоже невозможно обойтись, потому что трудно, можно сказать, еще как бы по работе и так далее, выезжая, но зато я понял, что надо быть внимательным. Конечно, вся дорога, она никогда не простит вам ваши ошибки и что бы вы ни сделали, уже ничего не изменить. Спасибо вам за смелость, за то, что пришли и рассказали нам и нашим зрителям, телезрителям о том, что с вами случилось. Это тоже, я считаю, хоть небольшой, но подвиг. Дай бог, чтобы этих проблем, чтобы последствий в вашей жизни больше не было. Вам удачи и успехов. До свидания. Из года в год количество автотранспорта в столице, да и в республике в целом увеличивается, и каких только нет. От эконом-класса до люкса. Но автомобиль наградил человека не только удобствами, но и опасностью. Сколько дорожно-транспортных происшествий зафиксировано за два месяца этого года в Дагестане? Сколько человек пострадало? И какие основные причины дорожно-транспортных происшествий нам сегодня расскажет начальник отдела по исполнению административного законодательства Олег Курбанов? Расскажите, пожалуйста, Олег Ахмедович, какова ситуация на дорогах в Дагестане на сегодняшний день? При надзоре за дорожным движением, это обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях, то есть смертности и количество раненых. Основная задача на данный момент перед госавтоинспекцией стоит снизить эти основные показатели. В 2020 году за два месяца зарегистрировано 226 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли у нас 39 человек и ранено 302 человека. 39 человек, вы думаете, цифру, огромная цифра, конечно. За прошлый год количество ДТП было меньше, 199 при количестве погибших, таком же и раненых было на 40 человек меньше, то есть 262 человека. Основные причины дорожно-транспортных происшествий, влияющие на тяжесть последствий, являются у нас выезд на полосу встречного движения, превышение установленной скорости транспортного средства, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что составляет более 50% от количества всех дорожно-транспортных происшествий. Сейчас только передо мной выступал здесь молодой парень, да, случилось трагическое событие, разговора нету, но уголовная статья человек получил, как говорится, осужден, но случай, если бы этот человек находился в состоянии опьянения, этот человек получил бы реальный срок от 5 до 12 лет. То есть в случае управления транспортным средством в состоянии опьянения, тяжесть наказания увеличивается в разы. Это почти приравнивается как к умышленному убийству. Если два и более человека погибает в случае ДТП, лицо получает срок лишения от 8 до 15 лет. Это за убийство у нас идет по 105, по 1, от 7 до 15, тут от 8 до 15 лет. Поэтому прежде чем думаться, прежде чем сесть за руль, я бы хотел предупредить наших жителей, водителей транспортных средств, всех, кто рядом находится, ни в коем случае, чтобы не допускать управления транспортным средством в состоянии опьянения. Если даже водитель садится, он неадекватен, рядом находящиеся лица должны остановить, пренебречь, потому что тяжесть последствий, когда в состоянии опьянения, он не реагирует. Реакция человека совсем другая, поэтому хотелось бы, чтобы на эти вещи обратили внимание водители. Хотелось бы обратить внимание еще в случае, когда человек допустил административное правонарушение, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, получил, как говорится, привлекли его к административной ответственности в виде лишения права управления, плюс штраф, соответствующий этой статье 12.8.12.26 Кодекса об административных правонарушениях. При повторном совершении аналогичного административного правонарушения, аналогичного, я говорю, именно управления в состоянии опьянения или отказа от прохождения свидетельствования, если это лицо ранее подвергалось по этим статьям, наступает уголовная ответственность по статье 264.1, где предусмотрено у нас штраф от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет с лишением права управления транспортными средствами до 3 лет. Поэтому, вроде так, до 2016 года у нас мог человек и первый, и второй раз получал административную ответственность за повторное совершение, сейчас предусмотрена уголовная ответственность. И просто за то, что вы повторно в течение периода, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию, когда оно считается подвергнутым административному наказанию, с момента вступления в законную силу постановления и по истечении еще одного года после окончания срока лечения этого наказания. То есть, человек, если был на 2 года лишен права управления, он идет повторность и эти 2 года, и после окончания двухкодичного срока в течение года еще идет повторность. То есть, лицо может уже быть привлечено к уголовной ответственности. Большое просто беречь себя и всех участников дорожного движения. Спасибо большое, Олег Ахмедович. Вот сама авария происходит в считанные секунды, а ее последствия порой ощущаются долгие годы. Жертвами ДТП становятся не только их непосредственные виновники, но и случайные люди. Я попрошу наших режиссеров включить нам сюжет. После просмотра мы продолжим разговор. В 2016 году мы с семьей выехали навестить моего дядю в город Пенза. Ехали мы на двух машинах. Моего дяди друг сопровождал, он там же живет, он там и работает. Выехали. В Калмыкии у меня жена за рулем сидела, так как дорога была безостановочная, более двух с лишним тысяч километров. Я тоже подготовился за рулем не один год, с 88-го года. Как говорится, опыт багаж большой, но все равно от несчастного случая никто не застрахован, как говорится. И получилось так, что близ города Камышин навстречу выехала машина на непокойного, некого Стулова, который упокоился. И, ну, углубляться не будем в эти мелочи. Признали меня виновным, отдали два года условно. Но я не извинился и не признал свою вину, так как на 100% уверен в своей правоте. Ну, в материале дело было вначале указано, что у покойного в крови был обнаружен алкоголь. Но потом волшебным образом это все исчезло, испарилось, видеорегистраторы в неизвестном направлении пропали. И мне дали два года условно. Мне подал апелляцию Верховный суд Волгородской области. И спустя несколько судов последующих мне признали дополнительно и дали реальный срок. Изусловного перевели в колонию-поселение, где я нахожусь. И утвердили за мной иск 1 131 131. 131 – это материальный ущерб, миллион – это моральный ущерб. Очень важно понять и признать свою вину, сделать правильные выводы. Все ли осужденные отбывающие наказания в колонии-поселении, да и вообще отбывающие наказания в местах лишения свободы и безизоляции от общества, проходящие по 264 статье, признают свою вину. Мы сегодня за всех сказать не можем. А те, кто в колонии-поселении отбывают наказание и прошли уже через колонию-поселение, может нам ответить исполняющий обязанности заместителя начальника колонии-поселения номер 9 Уссен-России Преспублики Дагестан, капитан внутренней службы Калсен Гиреев. Калсен Эльми Аминович, расскажите, пожалуйста, сколько человек отбывает наказание на данный момент по этой статье? На сегодняшний день могу сказать, что у нас в колонии-поселении отбывают наказание 80 осужденных, и из них 20 человек это осужденные за преступление по 264 статье. В основном это категория осужденных от возраста от 30 до 40-45 лет. Ну, единичный случай есть, и бывают взрослые, уже даже пожилые люди. Вот среди этих 20 осужденных есть люди, которые были в нетрезвом состоянии? Да, есть, и такие есть. Какая работа ведется конкретно вами, чтобы перевоспитать людей, чтобы стали они более сознательными, что ли, чтобы более серьезно относились к этой проблеме? Вот я думаю, в обществе очень много споров по поводу того, что должны люди отбывать наказание в местах лишения свободы по 264 статье, или не должны? Есть и за, есть и против. Вот вы как считаете, вот этой категорией должны заниматься вы, перевоспитывать обязаны? Ну, казалось бы, это же у него умышленное преступление. В колонии поселения осужденные данной категории подвергаются комплексу мер с правительственным воздействием. С ним работают все сотрудники отделов и служб учреждения. Кроме того, в работе привлекаем мы сотрудников государственных органов, представителей общественных организаций, религиозных конфессий. Тут даже хочу отметить особо ту роль, которую, и ту работу, которую проводят сотрудники госавтоинспекции, уже на протяжении последних нескольких лет посещают регулярно наше учреждение и проводят осужденную работу, направленную на дорожно-транспортные происшествия. Не могу не отметить работу в Муфтеатре Республики Дагестан, который также регулярно посещают и проводят беседы с осужденными духовно-нравственного характера. В пользу случая хочу поблагодарить их всех, сказать вам огромное спасибо за ту работу, которую они оказывают нам в исправлении осужденных. Вот как вы считаете, могут ли ваши подопечные совершить повторное преступление после того, как окажутся на свободе? Прослеживать эту самую картину не представляется возможным, но за мою бытность, за сколько лет я работаю в колонию, повторно за эти статьи осужденные к нам в колонию не попадали. Давайте посмотрим еще один сюжет, а далее продолжим наш разговор. Меня зовут Слава Замокамин Гаджи. В 2018 году, в месяце октября, я поездил, ездил в Ставрополь, скотину возил отсюда, в город Хасеверт. И часов я точно не могу сказать, два часа, это время, случилась эта авария. Я не знаю, почему этот, ну, этот не объяснить словами тоже, так тоже не могу, я сам себе тоже ответ не нашел до сих пор. Но судьба такая, наверное, была, не уступил дорогу. По моей вине погибли ничем не повиненные люди. Я и себе плохо сделал, и им тоже, конечно, плохо сделал. Бывают преднамерные убийства, бывают убийства при неосторожности. Понятно. У вас фактически произошло убийство. Да. В рук ни в чем не винных людей. Да, да. Есть какое-то чувство вины? Есть. Есть. Есть вины, и я, в первую очередь, после намаза прошу Аллаха, чтобы простили меня. И, конечно же, этих людей тоже. Я попросил, ходил, прощение просил. И дальше буду просить. После каждого намаза. Каждый человек в ответе за свои поступки. Как известно, существует как уголовная, так и духовная ответственность. Сегодня у нас в гостях руководитель отдела просвещения при Муфтиате Республики Дагестан Магомед Саламов и священник Виталий Тарасов. Скажите, пожалуйста, вот какая ответственность на том человеке, кто совершил дорожно-транспортные происшествия, если при этом пострадали и погибли люди? Давайте, Магомед Гамзатович, начнем с вас. Ответственность, конечно, это большая. Ответственность перед вас седьмой, ответственность перед Всевышним. Потому что, если, тем более, усугубляет эту ответственность, усугубляет его вину, если были такие причины, он превысил скорость, проехал на красный свет, он перешел сплошную полосу, он был пьян за рулем, или была машина неисправна, его вина огромная, большая вина. Он ответственность несет за смерть этого человека перед этой семьей. Поэтому, видя, что наши люди все-таки склонны к тому, чтобы прощать. Вот, прощают, как бы, то есть, то заявление, которое в суде, имеют ли они претензию к виновному, как бы забирают, прощают, масляхат делают. Эти виновные стороны всегда, конечно, приходят, муфтиат, просят ученых, алимов, имамов, чтобы они там посодействовали в этом. Но, видя такую ситуацию, что иногда, даже, может, больше, чем иногда, люди повторяют такие же простуды, за руль может сесть. Какой-то молодой человек был пьяный, или в состоянии наркотического опьянения совершил такой наезд на человека, или ДТП совершил. Отец как-то постарался, с этой стороны масляхат, и мама с другой стороны как-то. И этот человек, опять же, садится за руль, чувствует себя, как бы, вот, безнаказанным. Из-за участия в таких случаях, муфтиат объявил, где-то год-полтора года назад, сам муфтиат объявил, чтобы ни один имам не участвовал в таких процессах примирения. В спорах моментов. Пока потерпевшая сторона сама их не простит. Вот, и мы посмотрели, да, он был пьян, он был, проехал на красный свет, он превысил скорость, у него не работали тормоза, причина была во всем, виноват был водитель. Вот, пускай они решат, простят ли они этого человека или нет. А после участия имаму и так далее в этом тоже будет. Но, я же к чему говорю, у нас же люди прощают, тем более, если он не превысил скорость, если он там на сплошную не проехал, на красный свет не проехал, машина была исправна. Но случилось, мы никто не застрахован от этого. И понимая эту ситуацию, у нас в большинстве случаев прощают. Но вот это вот разделение, муфтиат уже сделал. Вот, если у него вина была 100%, ни в коем случае имамам туда не вмешиваться и не делать на смерть. То есть, этот человек получается притеснитель. Нам было как бы указание от муфтия, чтобы мы не поддерживали притеснителей. Человек, он сегодня пьяно сел за руль, за него как бы выпросили прощение от этой потерпевшей стороны. И получается, что через какое-то время человек опять совершает такое же преступление. Чтобы этого не было, чтобы пресечь это, вот такая ситуация есть. А грех перед Всевышним Аллахом, конечно же, будет зависеть от того, простят ли его родные этого человека или нет. Искренне простят, а не так там, ради чего-то. – Отец Виталий, хотелось бы услышать и ваше мнение. Скажите, пожалуйста, что говорит Священная книга Библии по этому случаю? Насколько большой грех совершать вот такие вот поступки? И как за эти поступки отвечать? – Доброе время суток. Я хотел бы сначала поблагодарить вас за то, что такие вопросы вы поднимаете на такой достаточно широкой аудитории. Действительно, сегодня интересные выступления были сотрудников госавтоинспекции, исправительных учреждений, непосредственно виновников аварии. Вы знаете, мы много говорим о правовой стороне вопроса, о стороне технического обеспечения транспортных средств. Это, безусловно, очень важно. И здесь нельзя не согласиться. Но, как правило, в подавляющем большинстве случаев ДТП, дорожных транспортных происшествий, причина все-таки в нравственной плоскости лежит. И Священное Писание, вот вы упомянули Священное Писание, Священное Писание, в первую очередь, призывает человека жить пред лицом Божьим. Ну, то есть, человек должен всегда помнить, как можно чаще вспоминать, что его любой поступок, его любое слово, любая манера поведения даже, оно всегда должно оцениваться с точки зрения того, что я пред Богом предстаю. Несу ли я какую-то пользу или благополучие окружающим людям, или, наоборот, вред. Первый, наверное, принцип, самый такой элементарный принцип – не навреди. Это такой принцип, который любая традиционная конфессия, она, в принципе, об этом говорит. Вот не навреди. Все, о чем говорили представители, особенно госавтоинспекции, именно на это, в принципе, указывало. Ты выпил, уже плохо что-то выпил, но если ты уже один грех совершил, не соверши второй грех. Ты садишь за транспортное средство, ты всегда помни об этом. Вот мы, как священнослужители, часто у нас такое щи на священии автомобиля. К нам приезжают православные люди на своем новом автотранспорте, просят осветить. И первое, о чем мы всегда говорим, мы говорим, вы сначала перед тем, как сели за руль, даже если вы, условно говоря, в соседний двор за буханкой хлеба едете, помолись. Просто попроси Всевышнего, помолись, чтобы он тебе упас, не дай Бог, чтобы ни ты, ни тебя, никто не на дорогах по дороге, никто не причинил вред. Поэтому, конечно же, правовая система построена на принципе наказания. Если ты нарушил правила, тебя наказывают. Все-таки, с религиозной точки зрения, здесь немножечко другая плоскость. Человек должен в первую очередь помнить о том, что он некий носитель божественной благодати. Он должен в первую очередь стараться людям какую-то помощь оказать. И вот здесь, конечно же, вот это лихачество, превышение скорости, я думаю, что одна из самых главных проблем именно эта проблема. Даже элементарно, вот возьмем, я сам являюсь автовладельцем и замечаю, что в нашем городе очень много случаев, когда люди даже не пристегиваются. Что далеко ходить? Садится человек за руль, он даже не пристегивается. Это же тоже потенциальная уже опасность, как для него самого, так и для окружающих людей. Так вот, человек, участвующий в движении по дорогам, и в том числе пешеход, ведь очень часто мы видим картину, когда и пешеходы позволяют себе перебегать, допустим, улицу в неположенном месте, что также может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Сколько у нас аварий, когда одна машина стукает в другой, из-за чего? Из-за резкого торможения. А почему он резко затормозил? Да потому что очень часто пешеход пробегает перед его, ну, естественно, чтобы он не задавил человека, начинает тормозить, и случаются аварии. Так вот, первый принцип, конечно же, человек в первую очередь должен всегда помнить о том, что он пред Богом. Ты можешь от властей скрыть, что ты нарушил правила, но пред Богом ты этого не скроешь. И вся наша деятельность, проповедническая деятельность, в принципе, если она касается так или иначе ситуации на наших дорогах, она направлена именно на это, чтобы человеку, мы можем сколько угодно пугать его законами, штрафами высокими, и это правильно, это нужно делать. Но в первую очередь мы все-таки призываем к совести человека. Потому что если человек более-менее уверен, что там камер нету, что, наверное, поста ДПС там не будет, то здесь я могу себе позволить сплошную линию пересечь, к примеру. Но когда человек все-таки помнит, что он пред Богом находится, тогда он 10 раз об этом подумает. И вот, ладно, наша деятельность, наверное, направлена на это. Вот только вдумаемся в цифры, если память мне не изменяет, в 2018 году у нас в мире погибло около миллиона трехсот тысяч жителей нашей планеты, ДТП. По России это порядка 16 тысяч человек. По Дагестану, я так точно не знаю, но это несколько сотен, скорее всего. Это населенные пункты целые. И действительно, в подавляющем большинстве случаев эти аварии – это то, что можно было всегда предупредить. Элементарно предупредить более-менее ответственным отношением к этому, как водителям, так и пешеходам. И мы стараемся к этому призывать, и в дальнейшем будем призывать людей все-таки в первую очередь обращать именно на нравственную сторону этого вопроса. Конечно же, в плотном сотрудничестве со всеми соответствующими нашими государственными учреждениями. Спасибо большое. Самое главное – вовремя понять и осознать то, что человек совершил. И у нас сегодня в гостях Ахмед Будунов. Он совершил дорожно-транспортное происшествие, осознал свою вину, несет полную ответственность за то, что совершил. Он осужден без изоляции от общества, но все-таки клеймо за ним пока остается. Скажите, пожалуйста, что с вами случилось? Вы к нам приехали с Кизлярского района. Могу предположить, что и ДТП было тоже совершено вот в этом районе. Да. В Кизлярском районе совершил ДТП. Скажите, пожалуйста, когда это было? Как это было? Если вы не против, я к вам присяду, и мы с вами пообщаемся. В прошлом году это было. Я невнимательно отнесся к дорожной дороге и спровоцировал ДТП. Сколько человек погибло, пострадало? Один человек погиб, один пострадал. Вы сами пострадали? Нет. Вы не пострадали при ДТП. Это очень тоже хорошо. Это никак нас не огорчает, только радует, что хотя бы вы остались в живых, и вы можете не просто понести наказание, а довести до людей, что не надо ваших ошибок повторять. Какие вы для себя сделали выводы? Вот после того, как случилось, что вы ощущали? Вы сразу с места уехали или попытались помочь людям? Какие были ваши дальнейшие действия? Я с места преступления не уехал. Там, который человек умер, его в больницу отправили. Так я больше, короче, ну, ответим, этот, вину чувствую, короче, на себе большую. Не повторяйте моих ошибок. Ну вот я все-таки пытаюсь воссоздать события того дня. Вот приехали сотрудники госинспекции, собралось, наверное, кучу людей, зевак, смотрели, снимали, говорили, разговаривали. Вот что вы на тот момент чувствовали? Вину. Я переживал за человека, который в больницу уехал. Надеялся, что с ним все обойдется. Ну, случилось то, что уже случилось. Вот какой у вас срок? Сколько лет вам дали условно? Год дали условно и год лишения прав. Чем вы занимались? Зависела ли ваша работа? Да. Зарабатывали вы свой хлеб, находясь за рулем? Да. Чем занимались? Водителем был. Такси? Нет. В дорожной организации. Угу. Ну, на время прервали работу. Да. А чем сейчас занимаетесь? Сейчас тоже там уже работаю. Только другие работы выполняете? Да, оператором. Ну, как проходит ваше условное наказание? Каждый месяц езжу, отмечаюсь без опозданий, без ничего. Вам наверняка пришлось пообщаться с родственниками погибших? Да. Пришлось. И как они отреагировали? Они, к сожалению, мы не нашли общего языка. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, как быть в этих ситуациях? Когда не находит все-таки общего языка, парень признает свою вину, оказался совсем вот в таком нехорошем положении, того не желая, не хотя. Наверняка, я думаю, что он этого не хотел. Правильно же? Да. Ну, вот как быть в этой ситуации? Прощенным быть хочется. Я понимаю, Муфтият предупреждал, что в споры не надо вмешиваться. Я и сам лично тоже много в таких ситуациях попадал. И человек даже на колени становился перед умерщим, погибшим отцом. Перед родственниками. Да, да. И не прощали, это мы видели. Но, знаете, чтобы это понять, нужно оказаться на их месте. Поэтому, не оказавшись в том положении, в котором мы не оказались, как бы мы сейчас осуждать их, что они не простили, это мы не можем. Не дай бог, чтобы это с кем-то случилось, конечно же. Они имеют право на это, что не прощают. Потому что... Ну, как с этим жить? Как научиться жить непрощенно? Вот понимаете, по законам Российской Федерации человек отвечает. Да, время лечится. И я бы брату посоветовал не отчаиваться через какое-то время, через полгода. Не надо спешить через месяц, через полгода, через год опять пойти в эту семью. Сделать попытки. Конечно же. И не переставать делать эти попытки. Спасибо вам за поддержку. А вам спасибо за смелость, что пришли к нам сегодня в студию. Вам удачи и успехов. Пусть все будет здоровы и живы. Больше никогда не совершайте, пожалуйста, ошибок вот этого молодого человека. И берегите себя, свое здоровье и здоровье всех участников дорожного движения. Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний России в Республике Дагестан, подполковник внутренней службы Марат Гаджиев и старший инспектор Кизлярского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции УФСР в Республике Дагестан Гаджи Магат Алиев. Здравствуйте, уважаемые гости. Рада вас сегодня видеть у нас в гостях. Скажите, пожалуйста, Марат Магомед Загирович, сколько человек находится на учете в Уголовно-исполнительной инспекции по статье 264? И какие чаще всего виды наказания применяются в отношении нарушителей дорожного движения? В настоящее время в ФКУ и в Сен-России по Республике Дагестан состоит порядка 200 человек, осужденных по статье 264 УК РФ. В основном это условно осужденные и осужденные к ограничению свободы. Также данным осужденным они лишены права управлять транспортным средством. Это отдельный вид наказания, он тоже исполняется. А как можно отследить? Вот в вашем случае необходимо исполнить приговоры судов. И как можно отследить, сел человек за роль повторно или нет? Понимаете, за каждым осужденным... Инспектора не поставишь? Да, не поставишь, мы не можем это делать. Есть свой порядок, направляется соответствующее извещение. Работа проводится во взаимодействии с ГИБДД, Республикой Дагестан. Каждый квартал данные осужденные проверяются на предмет совершения ими административного правонарушения. Имеется в виду управление транспортным средствами. Также проводятся выезды по месту жительства. Осужденные вызываются, с ними проводятся беседы. В том числе и духовное управление тоже мы привлекаем. Только так. Агаджимагадзи Аудинович, вот мы говорили о ситуации на дорогах в Республике в целом и в столице тоже в отдельности. Если для нас, для гостей и жителей столицы и республики более-менее понятно, что происходит на наших дорогах, то Кизлярский район немного далеко от нас. Вот скажите, пожалуйста, какова ситуация у вас на дорогах и сколько человек у вас находится на учете? Совершают ли точно так же, как и в Махачкале и других районах, дорожно-транспортные происшествия с последствиями? Ну да, аналогичная ситуация наблюдается. Также, соответственно, есть и прирост дорожно-транспортных происшествий. На сегодняшний день на учете уголовной исполнительной инспекции по городу Кизлярскому району составит 20 осужденных, именно осужденных по части совершивших ДТП. Это осужденные к ограничению свободы, условно с испытательным сроком и как следствие также есть люди, освободившие из мест лишения свободы, у которых остался только дополнительный вид, в виде запрета заниматься определенной деятельностью, в частности управление транспорцией с вами. Как вы исполняете договор? Аналогично, как Марат Магалит Загитович озвучил, при постановке приговора направляется извещение в Государственную инспекцию безопасного дорожного движения для проверки и изъятия его водительского удостоверения. И также профилактическая работа пощается по месту жительства, с увеличением общественных каких-то организаций, духовенством проводятся беседы о испытательном характере. В случае колонии-поселения и мест лишения свободы, так как в Дагестане отбывают наказание впервые осужденные, если при повторном нарушении или совершении преступления людей направляют для отбытия наказания в другие регионы, отследить в их случае невозможно. Вот в случае уголовной исполнительной инспекции отследить можно. Да, на моей практике осужденных ДТП повторных преступлений не совершали. Отлично, это говорит о том, что профилактика, пропаганда ведется вовремя. Профилактика идет, работают осужденные, более дисциплинированные, все равно в другой категории, с ними даже другая работа проводится, воспитательная, в отличие от других осужденных. Все равно такая ситуация, ДТП, от которой в большинстве никто не застрахован. Спасибо вам, занимайте свои места в зрительном зале, мы продолжим. С 1 июля 2015 года в Уголовный кодекс внесены изменения, согласно которому нетрезвых водителей не просто лишают прав, но и свободы. Мы неоднократно сегодня уже об этом говорили. Как доказать состояние алкогольного опьянения водителя, какие существуют способы проверить, это расскажут наши гости. Давайте мы с вами для начала познакомимся, скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, в какой организации работаете. Руководитель группы по общественным связям Республиканского наркологического диспансера Валиева Хасибат Валиевна и врач-нарколог-психиатр Саламат Рустамовна. Расскажите, пожалуйста, как обстоят у нас дела? Как можно, как я уже задалась вопросом, как доказать состояние алкогольного опьянения водителя? Какие существуют вообще способы? Доказать состояние опьянения водителя, если данное лицо находится под воздействием алкоголя, конечно, это очень легко по внешней картине. Но для этого нужно провести, конечно, исследование. Просто так человек не придет и не скажет, проверьте, пожалуйста, меня на состояние опьянения. Для этого, значит, в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 декабря 2015 года номер 933-Н проводится освидетельствование на предмет опьянения алкогольного, наркотического либо токсичного опьянения. Проводится методом различных исследований. Первое – это исследование выдыхаемого воздуха. Второе – это исследование биологических средств. Это моча. И третье – это наличие алкоголя в крови. По внешней картине очень легко. Если человек, кто находит в состоянии определенного вида опьянения – это алкогольного, наркотического или токсичного – внешняя картина выдает это по глазам, можно определить по зрачкам человека и, конечно, по нарушению координации движения. Но в современном мире существует очень много веществ, которые приводят к помутнению разума, в том числе к потреблению наркотических средств. Но потребление алкогольной продукции оно быстро выдает. По запаху можно определить. Но нужно доказать, что человек на самом деле находится в состоянии алкогольного опьянения. И для этого в рамках реализации направления, составленного протоколом представителям правоохранительных органов Российской Федерации, человек доставляет на свидетельствование специализированное учреждение. Это в данном случае республиканский наркологический диспансер. И проводится первое исследование. Это исследование выдыхаемого воздуха. Если при исследовании положительным результатом считается тот момент, если выявляется абсолютный этиловый спид, либо 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Исследование проводится в два этапа. Первый этап, если выдаёт положительный результат, спустя 15-20 минут проводится второе исследование. И это считается совершённым проведением исследования в два этапа. При случае, если при исследовании выдыхаемого воздуха, при первом исследовании результаты отрицательные, второе исследование не проводится. Следующее исследование – это забор биологических средств, это моча и кровь. Конечно, здесь это проводится методом химико-токсикологического исследования. И при выявлении факта в биологической среде, как моча и кровь, устанавливается факт, что человек находится в состоянии определённого вида опьянения или нет. Если в случае человека отказывается проходить вот эти все процедуры, которые вы выше назвали, как быть? Отказ от проходения от одного из видов исследований подтверждает факт, что он находится в состоянии определённого вида опьянения. Скажите, пожалуйста, с начала года сколько человек прошли через наркодиспансеров? На освидетельствование прошли около 700 человек. То есть лица… Откредилась? Ну, эта информация… Не выдаётся, не разглашается. Да, не разглашаем. А так, да, есть, конечно, и подтверждённые. Мы ставим по результатам исследования состояние алкогольного опьянения установлено, состояние опьянения не установлено или от алкогольного освидетельствования отказался. То есть по результатам проведённого исследования мы ставим заключение в конце и даём, мы это всё указываем в наших актах, конечно. Ну, скажите, пожалуйста, как часто отказываются? Вы хочется всё-таки знать, сознательные ли наши водители, которые вот в нетрезвом состоянии сели за рулем? Нет, отказываются, да, но раз отказываются, мы указываем уже, да, что человек отказался от проведения медицинского освидетельствования. Я… Это вообще… Отказ не будет хорошим результатом в любом случае. В любом случае надо будет… Дальше наоборот появляются дополнительные вопросы, почему человек отказался. Ну, поэтому это уже дело, конечно, каждого человека, но в любом случае пройти необходимо, конечно. Продолжение осмотра нужно. Сегодня у нас в гостях координатор регионального отделения федерального проекта «Трезвая Россия» Алибек Сирожудзинов. Алибек, здравствуйте, рада вас приветствовать сегодня у нас в гостях. Расскажите, пожалуйста, немного мне, нашим зрителям и телезрителям о вашей работе, какая работа проделана. Основной задачей нашего проекта является это защита здоровья наших граждан. Не говоря уже о прямой нашей работе, это уже рейды, там, профилактические работы. Не говоря об этом, мы взаимодействуем с МВД, Республики и ИБД. На текущий год мы уже составили план работы и уже запустили акцию. Акция называется «Родительский патруль». Взрослые, молодые, юные и совсем еще дети, мы все прислушиваемся советов наших родителей. Признаюсь вам честно, я уже взрослая, и моя мама до сих пор советует переходить дорогу аккуратно и внимательно. Каждое утро она звонит для того, чтобы еще раз предупредить об опасности на дорогах. Сегодня у нас Иса Магомед Султанов в гостях, который принял участие в проекте, который снимала РГВК «Дагестан». Иса Магомед Магомедович, проходите к нам сюда на диван. Добро пожаловать. Я очень рада вас сегодня видеть у нас в гостях. С какого возраста необходимо начинать говорить с ребенком о правилах дорожного движения? То, что касается непосредственно моей работы, в частности того предложения, которое РГВК представила мне, о том, чтобы мы сняли совместный ролик, как раз мне хотелось именно на своем личном примере, то, о чем мы постоянно говорим, мы это те, кто занимается профилактикой, это Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство транспорта, МВД Республики Дагестан, как раз нацеливая на то, чтобы взрослая категория участников дорожного движения, которая, к сожалению большому, является в основном такими нарушительными правилами, первыми нарушителями правил дорожного движения, как раз, чтобы они на своем примере, ну в первую очередь, конечно же, мы обращаемся к родителям, чтобы эта работа проводилась не только в школах, дошкольных учреждениях, в общеобразовательных учреждениях, высших учебных заведений, но в первую очередь в доме, непосредственно в доме. Вот очень даже хорошо, что ты отметил это, наверное, может многие родители как раз таки вспомнят о своем родительском долге, о своем гражданском долге конституционном, чтобы постоянно напоминать, вот я, когда этот ролик подготавливал, я сын это по роду своей служебной деятельности нынешней. Так я хотела сказать, Иса Магомед Магомедович, вы в этом ролике не играйте, вы делаете то, что вы делали обычно. Я помню, много лет назад, когда я записывала очередное интервью с вами, вы, будучи еще руководителем группы пропаганды Госавтоинспекции, рассказывали мне, как вы воспитываете своего сына Магомеда. Я даже удивилась, неужели настолько он вырос, что вы делитесь уже с такими знаниями. Вы сказали, начинать надо с юного возраста. Вот продолжайте. Именно причем не то, что с юного, вот как раз, я как и говорил, дошкольного, с раннего возраста. Но на сегодняшний день я являюсь старшим преподавателем Республиканской детской и юношеской автошколы, где как раз мы занимаемся с детьми, значит, общепоразовательных учреждений, изучая, обучая их правилам дорожного движения. Почему? Потому что должна сохраняться цикличность. Садик, школа, высшие учебные заведения и уже, как мы говорим, автошколы. И в заключение хочу сказать, незнание правил не освобождает от ответственности. И правила жизни, как и правила дорожного движения для всех едины. Всем спасибо и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин